Сезон охоты. Минувшая неделя преподнесла новые свидетельства агрессивного поведения царя российских лесов. Очередное нападение медведя на человека зафиксировано в Красноярском крае. В Карачаево-Черкесии, чтобы утихомирить косолапого убийцу, терроризировавшего жителей одного из местных сел, пришлось принимать крайние меры. В результате настоящей спецоперации, которой привлекли аж 80 охотников, он был застрелен. И ведь это лишь пара звеньев наметившейся тенденции. Есть, впрочем, на территории страны место, где могли бы пролить свет на причины происходящего. Там десятилетиями изучают повадки зверя и даже общий язык с ним находят. Владимир Кобяков, чтобы добыть уникальные сведения, шагнул в берлогу. С утра в этой деревушке кто в лес, кто по дрова. Но практически все здесь для медведей. Их изучают и спасают. Они и при въезде, и на избах, да и возродили этот заброшенный хутор только благодаря экспериментам профессора Пажетного. Тут даже построили отдельный, так называемый, дом-берлогу. Здесь все, здесь своя обстановка. Здесь свой запах, вот он и сейчас есть, и лежачий. В молодости Валентин Сергеевич был профессиональным охотником, но потом ударился в науку. Затем его дело подхватил сын Сергей, а теперь присоединился и внук Василий. Вот этот цвет можно смело заливать. В этом месте среди валдайских лесов живут одни из самых известных медведоведов в стране. Были годы, когда местных жителей здесь было меньше, чем самих медведей, временно проживающих в деревне. Поэтому старые бубаницы называют, пожалуй, самым медвежьим местом России. В бубанице медведи попадают из разных регионов страны. Кого-то берут по просьбе егерей, кого-то изымает прокуратура и не знает, что с медвежатами делать дальше. Везут также из зоопарков, но самое большое прибавление – после сезона охоты. Чем же не пострелить? Стой, не стреляйте! Охота на берлоге – одна из самых популярных, но именно после нее остаются медвежата, которые сами в лесу не выживут. Два? Какой красавчик! Уже больше десяти лет в бубаницах применяют свою методику подготовки медвежат к жизни в лесу. Одно из главных правил – зверь не должен считывать лицо и слышать речь. Правильный медведь должен уважать и бояться человека. Вот так. Медвежат слышат далеко. На первых этапах их подкармливают, ограждают от опасности и только потом небольшими группами начинают отпускать на самостоятельные прогулки. В этот раз, например, медведя Демьяна и его группу еле обнаружили. Ну, ему напасть там в волки, медведи там садики. Человек может там вот надеяться и чувствует более-менее безопасность. Поэтому они вот таким образом спасаются от врагов. Эту новую группу с GPS-ошейниками в дикую природу отпустят следующей весной. У них появился уже лидер. И первое время, скорее всего, они будут держаться вместе, пока окончательно не определятся со своей территорией в лесу. Уровень социального напряжения. Популяция достаточно высокая. В заповеднике, там, где не мешают люди, там собираются у них такие порцеллы. То есть, самец-доминант является единицей, которая как бы вот для остальных центростремительная. То есть, они стараются контактировать с его запахом. В Бубанице в сентябре съехались все ведущие российские специалисты по медведю. Такой сбор ученые проводят раз в четыре года. Анализируют данные о миграции медведя, о передвижении зверей с радиошейниками, обсуждают разновидности берлог. В этот раз на съезде сенсаций не было. Но были плохие новости. А сейчас существует проблема с количеством медведей, с популяцией? С количеством не существует. Существует только проблема с морфометрическими изменениями самого медведя. То есть, размеров, да, медведь мельчает. Для изучения эволюции уже несколько лет собирают черепа медведей из разных регионов. Для этого есть специальное хранилище. Коллекция пригодится для генетиков. Ведь науке надо знать, почему медведи теряют в весе или покидают какие-то территории. Можно взять ткань. Чаще все это берется из зуба. И подвергнуть все генетическому анализу. И понять, значит, некоторые популяции, где медведей очень мало, насколько они генетически обеднены. И есть ли у них будущее эволюционное или нет. Еще одно направление исследований – это встречи медведя и человека в лесу. Ученые считают, что бегство или крик мало кому помогают. Медведи еще очень сильно боятся членораздельной речи. Если начнешь громко просто наоборот разговаривать, не орать. Не орать, а очень громко разговаривать членораздельно. Говорить слова, да? Да, говорить слова. Здравствуй, медведь. Только громко, да. Ну, типа такого, да. Ну, не здравствуй, как раз медведь, а может, что-то там другие кинь, слава. Ну, можешь… Просто членораздельная речь для медведя – это тоже страх. Нападение медведя на человека очень редко попадает на видео. В основном это ролики с дрессированными или прикормленными животными. Ученым до сих пор сложно понять, какие именно факторы вызывают резкую агрессию. Или вот, недавний случай в Тибердинском заповеднике. На этой записи Хаджимурат Акбаев еще спокойно общается с медведем. Ну, сколько лет ему? Четыре будут. Это молодой он, считай. Детю. Детю? Да. Но спустя несколько дней получилось, что медведь набросился на смотрителя вольера и взломал самого Хаджимурата. Подоспевший охранник успел застрелить зверя. Смотрителя травм погиб, а дрессировщик в реанимации. Ученые уверены, пик спонтанной агрессии приходится примерно на один и тот же возраст. До четырех лет медведь – это ребенок. А потом в какой-то момент постепенно накапливается вот это так называемое внутреннее или аппетентное поведение, которое направляется на то, чтобы он был сам по себе. Вот его начинает что-то вот это раздражать, это раздражает, это раздражает. То есть он очень быстро, скажем, из одного состояния, незаметно у него там все это накопилось, раз – в другое состояние. Из 178 медведей, которые прошли через центр в Бубаницах, еще ни один не отметился нападением на человека. Но иногда сюда поступают звонки о помощи, мол, кто-то из медведей утратил доверие. Тогда местные зоологи превращаются в следователей и экстренно выезжают. Из Жуковки сообщили, что несколько дней наблюдают медведей прямо на улицах деревни. А накануне звери едва не разорили сельского предпринимателя Николаевича и его партнеров. Пострадали улья. Они отбежали, он сюда подходит к ним, к ним, а они как бы на него нападают, на него, уходи, мол, отсюда, это наша территория, наш мед. На напарника вашего? Да. Проверка показала, что медвежат сюда привел медведь-пасечник, но отвадить его от этих земель местные жители не смогли. Было решено устроить ночную засаду. Однако с наступлением темноты в этот раз никто не пришел, поэтому все закончилось профилактикой на подступах к деревне. На следующий день предприниматель Николаевич и сам провел анализ. Если человек конфликтует с медведем, значит где-то были ошибки. Кстати, здесь не медведь виноват, а виноват человек ведь. Тверская область.